Мишка Слышь, пора за елками ехать, а то останемся на праздник ни с чем. Я-то ведь ребят уже пригласила. Дело в том, что ребята давно уже решили ехать в лес за елками, в лесничество к тете Наташе. Она жила в Горелкино, недалеко от города. Мама даже разрешила Вовке поехать в лес самому. Поэтому на следующий день он зашел за Мишкой и, что вы думаете, увидел? Сидит Мишка и толчет бенгальские огни в ступке. Ты что, не мог пораньше это сделать? Ехать пора, а он возится. Да я делал раньше. Только, видно, серый молок лал. Они шипят, дымят, нагореть никак не собираются. Брось, чего ты мучаешься? Пойди и купи в магазин. Нет, так неинтересно. Сейчас, наверное, точно выйдет. Надо только серый побольше класть. Дай-ка мне вот ту алюминиевую кастрюльку. Где же тут кастрюля? Тут только сковородка. Сковородка? Эх ты, это просто бывшая кастрюля. Давай ее сюда. Я ее пилил напильником. Она и стала сковородкой. В общем-то тоже вещь в хозяйстве нужная. И что ж тебе мама сказала? Да ничего, она еще не видела. Мишка наскоблил опилок, налил клею, размешал все это и получилась замазка, как тесто. Из всего этого он наделал длинных колбасок, навертел их на железные проволочки и разложил на фанерке сушиться. А фанерку положил на шкаф. Ты не знаешь, Вовка, какой у меня дружок. Он всегда мои вещи хватает. Помнишь? Он затащил мой левый ботинок. На дворе теплень, а я хожу в валенках, как будто отвороженный. Потом, когда купили новые ботинки, мы этот ботинок, который один остался, выбросили. Потому что кому он нужен, один ботинок? А когда выбросили другой, который потерялся, отыскал. Так, хватит болтать. Одевайся, надо ехать. Они быстро собрались и помчались на вокзал. Естественно, поезд ушел к лицам им их носом. Пришлось ждать следующего. Так что в Горелкино Мишка и Вовка добрались уже под вечер. Елок в лесу было много. Выбирай любую. Но Мишке все они не нравились. У этой что-то верхушка короткая. Куца елка. Мне такой и даром не надо. Эта хромая. Видишь, у нее нога внизу закривляется. Какая нога? На ствол. Непонятливый какой. Это лысая. Сам ты лысый. Как елка может быть лысой? Конечно, лысая. Видишь, реденькая. Не елка, а палка какая-то. И так все время. То лысая, то хромая, то еще какая-нибудь. Вовка нашел себе подходящую елочку сам, срубил и отдал топор Мишке. Тот, правда, походил еще туда-сюда, но, наконец, нашел елку по своему вкусу. После этого мальчишки двинулись в сторону станции. Шли, шли, а лес все не кончается. Может, мы не в ту сторону идем? Побрели они в другую сторону. Но и там все лес и лес. Темнеть начало. Заплутались они совсем. Вовка стал на Мишку ворчать. Все из-за тебя. Сколько елку выбирали, сколько дома возился. Придется теперь в лесу ночевать. Ты что? Ведь ко мне ребята сегодня придут. Надо искать дорогу. Скоро совсем стемнело. На небе засверкала луна. За каждым деревом мальчишкам чудились волки. Они остановились. Вперед идти было страшно. Давай кричать, пока мы тут совсем не замерзли. Но как ни старались друзья, никто их не услышал. Пришлось двигать дальше. Они продирались сквозь густые кустарники, спотыкались об ней, тонули по колено в снегу. Идти становилось все труднее и труднее. И ребята очень устали. Постой. Давай сделаем так. Один пойдет вперед и будет продав твой дорогу. Тогда другому будет легче. А потом поменяемся. Так и сделали. Мишка пошел вперед, а Вовка следом. Шли они, шли. Вдруг Мишка исчез. Словно провалился сквозь землю вместе со своей елкой. Мишка, Мишка, куда же ты делся? Вовка осторожно пошел вперед, смотрит, а внизу овраг. И что-то шевелится темное. Стал он спрашивать это что-то темное. Мишка оно или нет. Пока в ответ не услышал. Я, кажется, вот с горы скатился. Но глуши. Новое дело. Спустился Вовка к Мишке, а там дорога. Только как по ней идти, когда у Мишки нога болит? Хотел Мишка встать, но тут же опять и сел. Так ему больно было. Давай, Вовка, я на закорки к тебе залезу и пойдем. Согласился Вовка. А что сделаешь? Холодно сидеть на снегу. Только далеко они так не ушли. На третьем шаге Вовка Мишку в снег уронил. Да и сам грохнулся. Ах, совсем меня покалечить хочешь? У меня нога болит. А ты еще в снег роняешь. Горе мне с тобой. То с бенгальскими огнями возишься, то елку выбираешь. Теперь ногу ушиб. Нужно срочно что-то делать. Мишка сидит на снегу. И сразу увидели огоньки станции. Скорее, Вовка. Скорее, опоздаем на поезд. Поднажми. 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 И успел как раз вовремя. Поезд подключал к станции. Они забрались в вагон. Затащили елку, уселись и пайки ехали. Ну, и что же мы теперь будем делать? Елка-то у нас одна на двоих. Отдай ее сегодня мне и дело с концом. Как это с концом? Я ее тащил через весь лес. Тебя на ней вез. Теперь же и без елки останусь. Хорошенькое дело. У всех ребят праздник, а у меня даже елки не будет. Ну, ты пойми. Ко мне ребята сегодня придут. Что я буду без елки делать? Огни бенгальские покажут, что ребята елки не видели. Да. Сомневаюсь я. Не загорятся они. Я же двадцать раз пробовал. Ничего не получается. Один дым. Да и только. Ладно, бери елку. Пусть она будет нашей общей. Пока решался вопрос с елкой, поезд подошел к станции. У Мишки и нога перестала болеть от радости. Только чуть-чуть прихрамывал. Вовка побежал сразу домой, предупредил, что идет к Мишке встречать Новый год и помчался к другу. Елка уже стояла посередине комнаты, а Мишка заклеивал ободранные места зеленой бумагой. Не успели друзья украсить елку, как пришли гости. И сразу с порога стали возмущаться. Что ж, на елку-то позвал, а сам даже не украсил. Мишка с Ловкой успокоили всех и стали рассказать про свои приключения. Тем временем, Мишкины родители ушли встречать Новый год к соседям, а для ребят оставили пирог с вареньем и много всяких разных вкусностей. И Новый год начался. Мишка шумел громче всех. Ясное дело, старался оплечь ребят от бенгальских огней. Ура! С Новым годом! А теперь все за стол! Будем есть пирог! Как только все это прокричали, сразу решили зажигать бенгальские огни. А Мишка суетится и не хочет их давать. Просит ребят. Постойте! Давайте их проверим сначала! Но никто его не слушал. Ребята взяли спички, подожгли бенгальские огни и... Раз долой шипений, по комнате поползали змеи из дыма. Все шарахнулись в стороны, но вдруг бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались огненными брызгами. Это был фейерверк, северное сияние, извержение вулкана. Все стояли зачарованные и смотрели во все глаза. Когда огни догорели, комната наполнилась едким дымом. Все стали чихать, кашлять, и дым из комнаты пополз по всей квартире. Ребята быстренько похватали свои вещи и стали пробираться к выходу. Ребята, отчаясь с пирогом! Вовка, ну хоть ты останься ради нашей дружбы! Вовка с Мишкой остались одни. Дым понемногу рассеялся, но пирог все равно пах бенгальскими огнями. Но это было ничего. Друзья слили полпирога сами, а полпирога отдали своей собаке дружку. Вот и весь Новый год с самодельными бенгальскими огнями.